Каким образом по закону заключенные воюют в Украине? Почему Пригожин забирает заключенных из колоний? Какой закон позволяет ему это делать? Оказывается, Путин тайно десятки тысяч заключенных милует своими секретными указами. Право разрушается на наших глазах. Всем привет, это Сергей Смирнов. Всех с прошедшими праздниками. Прямо здесь извинюсь за то, что не было решающего, окончательного стрима, к сожалению, из-за моей болезни. Ждите наш стрим на канале в четверг в обычное время. Постараемся ответить на вопросы. Долгое предисловие. Всех с праздниками. А мы начинаем очередной выпуск истории недели. Поехали. Событий происходит много. Давно не записывал никаких роликов. Новый год, штурм Солидара. Прямо на наших глазах происходит. Видели наверняка фотографии десятков трупов на подступах к Солидару и к Бахмуту. Идут ожесточеннейшие бои. Важно, что ударные силы группировки составляют бойцы Вагнера. И кого же они отправляют на передовую? Кто там погибает массово? Ответ понятен и очевиден. Массово погибают заключенные, которых Евгений Пригожин набрал по российским колониям и отправил в ЧВК Вагнер. Мы много об этом говорили, писали. Я даже записывал ролик уже о заключенных о том, что Пригожин, если проводить аналогии, набирает заключенных на фронт, это его сучья война. Когда Пригожин вроде как укрепил свое влияние, делает громкие заявления, правда, если так оценивать его влиятельность, его весомость, к этому есть очень большие вопросы. К примеру, Лапин, которого он критиковал на парус Рамзаном Кадеровым, только пошел на повышение генерала Лапина, у него все хорошо. Так что давайте не будем преувеличивать влияние Пригожина на российскую мировую политику и делать из него какую-то прям монструозную фигуру. Но, конечно, это опасный человек, который смог убедить российские власти, что необходимо использовать заключенных. И на его, буквально, счету десятки тысяч погибших в этой кровавой войне, которую начал Путин, которую он продолжает, которые не видно, к сожалению, конца. Но мы сегодня поговорим именно о заключенных. Почему? Да потому что Пригожин в начале года, он, кстати, стал все чаще появляться в официальных государственных СМИ, решил похвастаться, провести фотосессию, ну и такую промо-компанию. Ну, надо, кстати, отдать ему должное. Промо-компании у него набирают оборот, и они выглядят довольно уверенно. О том, что первая партия заключенных, которая провоевала полгода в Украине, вот, наконец, имеет все возможности вернуться к мирной жизни. У вас долга перед Родиной на сегодняшний день нет. Так как новую жизнь, как вы сами говорите, подарили вам, деньги есть, слава есть, свобода есть, воспользуйтесь правильно, не залетайте снова. Если вдруг у кого-то захочется адреналина дополнительного, обратно к нам, здесь его хватает, сами знаете. Ну, показали нам совсем немного таких заключенных, знаете, как на каждого такая биография, такие уголовные дела, в принципе, вы можете это легко изучить, но интересует другое. Ну, вот представьте себе, на фронте нет никаких сомнений, побывало уже несколько десятков тысяч заключенных. Более точных цифр у нас нет. Мы в медиазоне проводили сравнение, пришли к выводам, что не менее 23 тысяч человек убыло из колоний, но, скорее всего, на фронт, просто сравниваем с другими годами, никаких амнистий не было. С чего бы это так резко упало число заключенных? И довольно важный вопрос. Десятки тысяч человек. Ну, как по закону их можно освободить? И этот вопрос правозащитники, оставшиеся в стране, попытались задать Генпрокуратуре и ФСИН, получили очень невразумительный ответ, но кто ожидал нормальный ответ? Господин Песков, многолетний спикер Кремля, как обычно, сказал, что все по закону. Да, конечно, мы понимаем, что все по закону, и тут важно. Ева Меркачева, журналистка московского комсомольца, человек, который долго занимается проблемами заключенных, она и в СПЧ, она была в ОНК у московской, она была очень активной. Вот она сказала, что, по ее данным, заключенных освобождают еще до выезда в Украину. И как их освобождают? По ее данным, происходит секретное помилование. Указ Путина на список людей, которые подают Пригожин, и вот всех их, перед тем, как они еще вышли из колонии, милуют. Десятки тысяч человек, осужденных за самые разные преступления. Очень важно, все это делается тайно, секретно. Списки есть только у Кремля. Ждем, конечно, утечки, но почему-то не очень в нее верю в этот раз. Это просто демонстративное неуважение к собственным законам. В конце концов, освобождаются люди, осужденные на гигантские сроки. Вообще, есть процедура досрочного освобождения, называемая УДО, условно-досрочное освобождение. Так вот, важным условием для УДО является согласие потерпевших и родственников на это УДО. То есть, если потерпевшие и родные потерпевших, да, какая-то потерпевшая сторона категорически против освобождения, это очень весомый аргумент для суда, чтобы не освобождать по УДО. Но здесь самые опасные преступники с гигантскими сроками. Сам Пригожин говорил, мне нужны убийцы и грабители. Их просто освобождают, неуведомив потерпевших, родных, близких убитых. Ну, то есть, это нарушение духа закона, который предусматривает, что преступник должен нести ответственность. Ответственность. То есть, Путин формально наверняка нам скажет, что это все по закону. В рамках закона. Только в рамках закона. Президент может издавать секретные указы и секретные помилования. По факту это выглядит как просто разрушение этого самого закона. Как можно миловать десятки тысяч человек тайно, не предупреждая об этом общество? И это те люди, которые совершили преступления против общества. Ну, то есть, это прямо нарушение духа закона абсолютно очевидное. Мы уже говорили о том, что путинская Россия и сам Путин медленно, но верно, они просто разрушают само представление о законе и свои собственные законы. Они постоянно ими прикрываются, а иногда прикрываются все меньше. Вот недавно Дмитрий Медведев, который изображает из себя невменяемого в своем телеграм-канале. А может быть, он им и стал. Интересно, кстати, он посмотрит ролик, он постоянно ноет о том, что «О, вот эти вот уехавшие, какую гадость про нас пишут!» Наверняка это же посмотрит. Привет ему. Дмитрий Анатольевич, пейте меньше. Рекомендую. Для здоровья хорошо, может, будете меньше бреда писать в своем телеграм-канале. Так вот, он тут недавно написал о том, что «Нет, ну надо, конечно, с этими уехавшими предателями по закону, но если у нас военное положение, можно и не по закону. И начал намекать на некие тайные отряды убийц, на там Судоплатова на пречи и времена». Ну, кстати говоря, тоже довольно важный показатель. Это вообще выглядит как человек, который достал нож и начинает им махать. Возможности реально применять группы убийц, я уверен, у Кремля сильно сократились. Прозрачность большая, многие агенты выявлены. Вообще-то, основные операции уже проведены, и теперь западные спецслужбы гораздо внимательнее к этому всему относятся. Но он, тем не менее, говорит уже о нарушении закона. Если надо, по военному времени. И это общее разрушение, нарушение вот этого правового пространства мы наблюдаем на наших глазах. И это, нет никаких сомнений, будет только усиливаться весь 2023 год. Что мы ждем дальше? Заключенные-то заканчиваются. Их не так много. Понятно, что Пригожин еще разок проедется по всем колониям, наберет вторую, может быть, третью волну мобилизации среди заключенных Пригожин, тем самым ставив пример, как я могу. Но все-таки этого недостаточно, поэтому уже пошли разговоры. Вот этот вот придурочный Соловьев начал говорить о том, что надо, чтобы срочники воевали. Ну, сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят, ну, слушайте, ну, дайте повоевать. Ну, то есть, нет никаких сомнений, что они явно обсуждают вариант отправить срочников в зону боевых действий. Конечно, вторая волна мобилизации неизбежна. Мы не понимаем, в каком она будет виде. Будет ли она жестче первой волны, будет ли она более массовой. Или они постараются это сделать более точечно, пока не очевидно. Но более точечно это набрать какие-то определенные группы. Вообще-то, учитывая, что мы вне правового поля уже, уже о законах речи не идет. Об адекватности речи тоже особо не идет. Можно предположить, что вторая волна будет более жесткой, чем первая. Нужны люди на фронт, и это будут не только заключенные. И все эти указы о мобилизации и прочие бумажки. Как-то Собянин рассказывал о том, что какими-то бумажками о собственности они прикрываются. Так вот, именно это и происходит на наших глазах. Они сами разрушают собственные законы. Они сами разрушают представление о том, как должно выглядеть правовое поле. И это очень наглядно видно в истории с тайными помилованиями. О том, что Путин награждает тайно всяких убийц за спецоперации, мы знали. Теперь он тайно освобождает заключенных. И этих заключенных пропагандой теперь называют героями. Вы просто почитайте. Убит герой, который героически погиб в Украине, осужденный на 17 лет за кучу преступлений и убийств. Представляете, каких героев они теперь пытаются навязать обществу? Какой-то тотально перевернутый мир со своими законами. Это нам предлагает Владимир Путин, его окружение. Все эти патрушевы, пригожины, понятия о добре и зле, о хорошем и плохом, у них просто абсолютно перевернуты и стерты. Поэтому никакого правового пространства и десятки тысяч помилованных. Поэтому заключенные с огромными сроками теперь герои, а нормальные люди, которые выступают против войны, это предатели, которым надо применять специальные меры. Очень грустная картина, но мы продолжим наблюдать за этими потугами Кремля. Очень хочется верить, что большинство людей избежит мобилизации, туда не пойдет, и эти повестки будет выбрасывать в окна и в прочие разные необходимые места. Выступайте против войны, агитируйте своих родных. Увы, на наших глазах это все разрушается, но ничего страшного. Чем быстрее это все разрушится, тем будет проще отстроить что-то новое. Так что не надо сильно расстраиваться всему этому разрушению правовой системы. Наверное, это даже к лучшему. И все эти тайные указы Путина рано или поздно нам станут известны, опубликованы, все архивы открыты. И мы удивимся, насколько интеллектуально ничтожными были люди, которые правят в России в данный момент. Спасибо большое за то, что смотрели ролик. Классические комментарии, лайки, подписку на канал. В соцсети свои поставьте ролик, мне будет очень приятно. Спасибо большое. Оставайтесь с нами, смотрите стрим, подписывайтесь на Медиазону, ну и читайте нас, конечно. Всего доброго.